так сегодня будем разбирать этот кусочек кода я сразу пройду сверху вниз буду чистить код буду смотреть что он делает что не так и так далее ok так начнем сверху здесь у нас идет обычно мы тут делаем require и регистрируем какие-то свои функции то есть что я обычно делаю сразу я привожу это в такой порядок но порядок больше визуальный чем какой-то критичный порядок просто когда она немножко все отсортировано то она просто как-то легче визуализируется легче воспринимать у нас есть тут какая-то еще переменная folders дальше идет план я так понимаю проверить репозитории получить первую стоку пропарсить массив ok дальше идет набор функций степ 11 степ 2 степ 3 честно название функции меня не устраивает потому что потому что все таки они должны быть хотя бы там по названию степ 1 степ 2 так смотрим у нас есть какая-то переменная я сразу вижу что она используется внутри этого это уже какое-то нарушение потому что то где-то еще используется переменная ну в принципе нет но тем не менее когда мы делаем функцию то что такое функции функции это закрытая логика внутри внутри куска кода к примеру когда мы вызываем там с это и или мин макс до мин макс 10 ну и перед передаем когда вы передаем функции параметры то мы ожидаем конкретный результат вот наши импуты вот наши параметры а когда у нас происходит такая ситуация когда логика функции зависит от внешнего переменного переменная это похоже на следующий вариант типа что вар а равно 10 вар б равно 10 а потом мы вызываем функцию мин и а результат у нас будет в я вижу здесь просто переменную фолдерс она наверху вар рез равно пока допустим нулю или там ничему он defined то получается чтобы вызвать мин функцию тебе нужно сначала вызвать внешние переменные а потом получить результат и функции ну надеюсь не нужно долго говорить о том что это это выглядит как минимум странно функции должны быть закрыты и давать результаты не зависит от внешних переменных потому что чтобы вызвать функцию для одного фолдера нам нужно сначала взять get path и установить его в какой-то в какой-то путь c диск c допустим это windows такая-то папка потом мы хотим собрать данные с другой папки но у нас есть проблема уже вот я сейчас сделаю темп другая но у нас есть проблема проблема в том что мы не очистили фолдер с предыдущего вызова нам нужно все время еще нам нужно также вызвать очистку этого фолдера сохранить его куда-то в общем это очень неудобно что что нужно делать в этих случаях но естественно мы ставим эти параметры сюда фолдер у нас декларируется таким образом вар фолдер равно это все очень просто к этому нужно стремиться давайте к этому стремиться так берем соответственно наш get path и переводим сюда не будем менять название сейчас переменных вот понятно вот она сейчас перестала использоваться это переменная нам студию все подсвечивает так внутри у нас есть callback callback это проблема потому что сложно собирать тогда массив и понимать когда выходить из функции но обычно вот существует sync версии синхронные версии без callback ok давайте делать без callback удаляем лишние скобки форматируем что мы получили вот наш параметр мы вычитаем получаем директорию итерируем директорию вот наши фолдер с переменная все возвращаем фолдер с окей тело функции выглядит приличным внешних зависимости нет так получается что тело функции выглядит нормально можно переименовать переменной естественно но выглядит намного лучше теперь вопрос другое это название непосредственно самой функции ну я бы назвал это get list get просто get get files get files get files get files все так теперь у нас название функции соответствует ее содержимому вторая функция так эта функция принимает какой-то опять же то есть из названия непонятно что делается в этой функции то есть step 2 он нам абсолютно ничего не говорит в get files ты по крайней мере ожидаешь что есть какой-то путь и что-то какая-то работа с файлами то есть нужно изучать всю функцию ну давайте изучать у нас есть опять же чтение директории получаем файлы фолдер с п.с. это массив фолдер с у нас до этого был путь был массив сейчас это как будто бы дикшин ну вот же смог читаем функция кубик ага индекс то есть мы зачем-то собираем индексы опять же то есть непонятно зачем потому что непонятно get first stock даже вот есть план действий да не совсем понятно get first stock получить первую акцию к чему это относится функция I don't get it что она делает и что она собирает ну хорошо она итерирует по пути это очевидно берет файлы ну путь к файлам и берет номера этих файлов и засовывает в этот фолдер номера с массив файлов но фолдер с у нас был массивом и пэс это у нас строка индекс по строке это должен быть дикшинари поэтому здесь заведомо какая-то ошибка странно окей наш любимый сет интервал он берет с этого фолдер с shift мы передаем путь так он получается но я понимаю что идет из массива берется один из этих вот элементов опять же я помню откуда эта функция откуда это значение бралось оно бралось из внешнего ну мы работаем с внешним массивом берется интервал task done step 3 потом берется step 3 а потом идет step 3 идет async function example мы создаем package.json package.json это зарезервированный на самом деле файл потому что в нем хранятся списки и package которые ну npm install устанавливает в зависимости от текущего для текущего проекта то есть этот файл лучше не использовать естественно так в итоге мы вызываем step 1 step 1 берет у нас список файлов и все ну окей да я понимаю устанавливается интервал мы успеваем взять список функций вот тут кстати тоже момент вот тут раньше был асинхронный асинхронный вызов функции что значит асинхронный это значит что оно выполняется в отдельном потоке в бэкграунде так называемом мы устанавливаем интервал то есть интервал тоже работает в бэкграунде то есть в результате мы создаем два потока каким образом будет работать наша программа мы не знаем почему потому что сет интервал уже был установлен понимаем что 100 миллисекунд не пройдут до тех пор пока мы дойдем до сюда и как бы по идее мы должны успеть взять его взять этот список файлов но опять же если файлов будет 100 тысяч или фолдеров будет 10 тысяч процесс собирания файлов может занять огромное время просто итерирование по всем директориям если у тебя около миллиона файлов например это займет некоторое время и тем более если у тебя не ssd или у тебя какой-то медленный диск это займет некоторое время интервал сработать интервал может сработать к этому времени и мы будем работать уже с массивом который обрабатывается то есть я понимаю что по логике мы оттуда выбираем отсюда мы забираем его здесь мы ложим и как бы типа все работает но опять же возникает неопределенность и мы не знаем как это неопределенность может повлиять и я бы честно говоря избегал подобных ситуаций потому что в результате это похоже на какую-то в будущем это может быть какая-то проблема может давать нам бак ну пока в целом не понятно что происходит и даже если что-то не работает то я не всем понимаю что должно работать ладно окей бы пробуем запустить path argument потому что у нас должен быть дата дата у меня находится немножко выше finvis сейчас я проверю finvis data вот так вот вот у меня находятся эти данные и там же идут папки и в этих папках у меня находятся эти уже даты папки с данными с датой ну если быть правильным то лучше делать это таким образом один путь наверх финвиз а потом дата вот он дейт мы берем текущую дату почему-то но допустим я не хочу текущую дату я хочу взять вот конкретно у меня есть последнее 19 число вот так окей давай смотреть степа на дефайн конечно он дефайн тяжело переименовал так индекс 23 вот а 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 ну видимо нужно как-то так добавить что ли не знаю а 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 и а Так, дата. А, ну получается, вот он нам говорит, тридцать третья строка. Здесь он не может взять path, потому что что-то не то с этим path. Path undefined. Undefined он почему? Потому что мы используем фолдер внутренний. Так, ну вот что-то пошло. Он прошелся по всем файлам. Task done. Object. Success. У нас появился package. Файл. Опять же, он пустой. Он пустой по каким-то причинам. Step 3. Folders. Ну, сложно говорить, какие конкретно цели преследуются во по всем этом деле. Нужно, мои рекомендации, это состоит в том, чтобы создавать мелкие функции. Использовать синхронные функции, чтобы работать с файлами. И потому что это тоже должно быть синхронным. Я не буду просто переписывать код, чтобы давать ответ. Понятно, что мы учимся. файл. Мы хотим сделать это все красиво. Я бы сделал сначала функции для одного файла. вот файл, вот мы его читаем, вот мы его берем, что-то с ним манипулируем, а потом уже это масштабировал. А так получается, что идет сразу масштабирование, а потом все начинается, как-то запутывается. Ну, так, example async write json await. Ну, опять же, то есть, наверняка есть, вот, есть синхронные, вот синхронная функция, все упрощается. И не нужно делать асинки. Синхронные функции, они последовательны. Потому что между этими потоками меняется состояние. И не совсем понимаешь, что происходит. Ну, в общем, такие дела.